Всякий раз российские чиновники-бюрократы поднимают вопрос о необходимости объединения регионов. За этим в действительности стоит попытка ликвидации республик. Этим особенно славился Жириновский, ныне покойный, который, как известно, озвучивал просто-напросто планы Кремля. Он говорил и выжидали они реакцию. Если общественность не сильно противится, тогда его инициатива находила практическое применение, реализацию. Если же общественность, народ начинал протестовать, тогда эту инициативу убирали в долгий ящик. Но вот республики до сих пор, у них просто бельмо на глазу, зубная боль нескончаемая, которую они хотят удалить. И для этого поднимаются всевозможные вопросы или же постепенно-постепенно уничтожается та форма, которая позволяет республикам существовать. То есть, юридические, политические, экономические и символические элементы. Что я имею в виду? Ну, вот отменили статус, например, национальных языков. То есть, они теперь негосударственные языки в составе республик. Ну, как это произошло с татарским, другими языками. Убрали статус президента, отменили, кстати говоря, с подачи Рамзана Кадырова. Теперь только главы регионов. Дальше, конституции, которые были у республик, или уставы у некоторых регионов, их привели в соответствие с российскими законами. Хотя, российские законы принимаются какими-то депутатами, в то время как конституции и республик принимались на всенародном референдуме. То есть, их статус-то выше, потому что воля и заявление – это прямая демократическая норма. И, как говорится, степ-бай-степ идёт уничтожение самого бытия республик. Вымывается национальный состав. А ведь, помните, как был уничтожен, например, Усть-Тардынский. Там умный округ влит в Иркутскую область. И постепенно они делают так, чтобы эти республики, во-первых, не имели своего голоса, а во-вторых, потом потеряли вообще свой статус. Вот есть конституция Российской Федерации. Даже вот это вот исправленное на пеньках, как говорится, все равно описывает, что республики в составе Российской Федерации являются, в скобках, государствами. То есть, они обладают политическим субъектным фактором более, чем сама Российская Федерация. Потому что, как таковой, России-то нет. Она состоит из этих субъектов. Уходят субъекты, и нету, как бы, самой России. Вы понимаете? Вот есть некая картина. Она состоит из элементов пазла. Каждый элемент пазла – это субъект, регион. Вот убираете каждый пазл, и оказывается, что картины-то нет. Сама картина – это фикция. Которая является просто сложением этих пазлов. Вот в чем весь пафос и философский нюанс этого вопроса. То есть, мы создаем это пространство, а то, что они называют Великой России, ее-то, по сути, нету. Из чего она стоит? Ну, из каких-то, наверное, областей отдельных. Но они не имеют никакого политического измерения, в отличие от республик. Потому что они имеют политическое измерение, прописанное, в том числе, как я уже сказал, в этой даже покоцанной конституции. Ну, вы знаете, что Матвиенко недавно тут опять заявила о необходимости объединения регионов или расширения их. До этого были разговоры о том, что давайте создадим экономические округа и количество этих самых регионов доведем там, условно говоря, до 17. Ну, якобы, это такие экономические кластеры. За экономическими кластерами понятно, что скрывается. Именно республики. Потому что они являются камнем преткновения для построения шовинистического государства. Потому что, если оно как бы национальное, шовинистическое, оно не может включать в себя иные национальные субъекты. Как бы это нонсенс с точки зрения вот этих шовинистов. Или вот опять, недавняя инициатива депутатов Госдумы, по-моему, от КПРФ. Которые предложили организовать конституционное собрание для того, чтобы изменять конституцию без помощи референдума. Понятная идея. Хотят изменить конституцию, референдум проводить не надо. Конституционное собрание собралось, быстренько переписали и выдали на ура. Там Госдума и Совет Федерации расифицировали. Путин вечно подписал и все. Соответственно, они могут таким образом убрать и юридический статус республики. А кто будет сопротивляться? Вот посмотрите, сейчас идет накат на национальных активистов, даже на тех, кто остался. То есть, публичные спикеры, активисты, кто смог, тот уехал. Кто не смог, тот остался. Но даже они, люди, которые как бы ушли из публичного поля, все равно на них идет накат. Потому что в случае ликвидации этих республик, именно они станут на защиту республики. Остальные нет, естественно. Чиновники будут встроены в общий хор путинской системы. Поэтому мы и говорим о том, что именно республики обладают реальным политическим бытием. Из этих республик, из политеи произрастает подлинное ощущение свободы. А что для этого делают? Загасить, чтобы этот импульс уничтожить. Как я уже сказал, проводят различные спецоперации, так называемые. Против системы образования национального. Против языка. Против статуса. Против символов. Флаг, герб, конституция. И все низводят до русского мира. Полностью, чтобы заменить эти важные атрибуты, их меняют вот этими симулякрами. Ну и самое главное. Уничтожение республик станет возможным только если общественность на это будет соглашаться. Если не будет противодействия. Сейчас они зондируют почву, конечно. Зондируют. Говорят, слушайте, ну сложная система. Давайте ее сделаем эффективной. Надо объединить несколько регионов. Ну например, там Татарстану объединяет. Кировскую область, Кудмуртия, Пермский край. Я условно говорю, да, объединяют их. Размывает национальный состав. То есть там титульная нация не является. Не то, что в большинстве. Во многих республиках титульные нации не являются большинством населения. И потом говорят, слушайте, ну если тут 20% вас всего. Зачем нужна республика? Зачем эта республика должна называться таким образом титульным? Зачем республика Алтай, если есть алтайский край? То есть там два субъекта рядом. Алтайцы там не подавляющее население. Давайте объединим ради эффективного управления. Меньше будем тратить денег на бюрократов, на какие-то расходы соответствующие. И они будут это прокатывать, они будут это накатывать. Пропаганда-то работает, мы знаем, как хорошо. А кто будет сопротивляться? Или же, что еще делает Москва? Она сознательно из республик, из национальных регионов выкачивает национальные кадры, отправляет их на войну, на так называемое СВО. Вымывает просто мужское население. А потом на удобренную почву уже приходит и уничтожает все остальное. Так же в истории много раз было. Более того, Путин много раз говорил о том, что именно Ленин заложил мину замедленного действия от большую страну, под СССР, создав республики. Сейчас они могут сказать, что именно республики являются потенциальным внутренним сепаратным элементом. Это создал Ленин, это было давно, сейчас это не отвечает вызовам времени, неадекватно сегодняшнему положению вещей, поэтому давайте этого уберем. Тем более это сложная федерация, так называемая асимметричная, тут и республики, и края, и области, и города федерального значения. Зачем это скажут они? Усложнять систему. Нам надо ее упростить, тем более, что враг у ворот, мы воюем, экзистенциальный вызов и все остальное. Плюс ко всему, это все накрывает так называемый русский мир. А если мы все находимся в русском мире, зачем же нужны национальные республики, если мы все русские? Ну, можешь считать себя татарином, чувашином, чеченцем, ну вот сабантуй можете проводить, еще какие-то свои там национальные праздники можете надевать свои головные национальные уборы, танцевать, полисать и все. А остальное это уже дело той самой государственной власти, Москвы. Это Москва будет принимать решение о вашем политическом статусе. Республики это политический статус, а народам такое не дадут. То есть, народы лишают этого политического статуса, а республики являются политическим репрезентатором политической воли народа. А раз у них забирает Москва политическую волю, то их репрезентация в виде республик политической тоже не нужна. Зачем, как говорится, вам галстук, если у вас нет рубашки? Эта логика работает именно так. Поэтому мы должны делать все возможное, чтобы не допустить этого. Потому что республики являются основой независимости свободы, будущей свободы наших народов, из которого вырастет новая конфедерация свободных народов. Вне диктата Москвы.